Здравствуйте! На НТС, как всегда, по воскресеньям, итоги недели. В студии Мирджан Балыбаев. Наши журналисты подробно расскажут вам о самых заметных событиях недели. Смотрите сегодня в нашем выпуске. В 2019 году необходимо провести конституционную реформу. Нужно выслушать мнение народа. Попытка номер 10. Конституцию, которую за 25 лет меняли уже 9 раз, предлагают пересмотреть еще раз. Реформировать основной закон страны предлагает экспекер Шеремкулов и требует Курултай. Действующая конституция и так значительно урезает полномочия президента. Однако вопрос уже в том, как исполняется закон, как он соблюдается. О жизни в Кыргызстане сквозь розовые очки. Аклбек Джапаров предлагает редакциям русскоязычных СМИ не публиковать новости с негативным содержанием. В целях безопасности гостей, которые к нам приезжают, законом возможно ограничение прав, в том числе и наших журналистов. Никто не запрещает информацию на государственном языке. А все остальное, пожалуйста, на русском и на английском давайте писать только хорошее. Индустрия с оборотом в миллиарды долларов. Три осенних месяца, которые в народе уже назвали одним словом – тоябрь. Свадьбы, юбилеи и поминки, за которые многие рядовые кыргызстанцы расплачиваются годами. Вот смотришь на то количество блюд, которые подают в ресторанах, и диву даешься, как они все это съедят. И ведь потом убеждаешься, что первое, второе в большей части остается нетронутым. Да это физически невозможно съесть. С первых дней независимости Кыргызстана самым популярным словом в лексиконе наших политиков является реформа. С прошлой недели вновь начали говорить о необходимости реформирования Конституции. Первым эту мысль озвучил экс-спикер парламента Медедхан Шеремкулов на встрече бывших руководителей правительства и Джоурку Кенеша с президентом. Затем об этом было сказано на Курултае, который признал итоги первого года работы с Орунбая Джейнбекова удовлетворительными. Одним из пунктов решения этого народного собрания значится требование собрать Конституционное совещание до 7 апреля 2019 года. За 25 лет основной закон страны был изменен 9 раз. И каждый раз это объясняет тем, что предыдущий вариант документа оказался несовершенным. И это, мол, мешает развитию страны. После каждого редактирования Конституции усиливались полномочия одного из центров принятия решений. Чаще всего президента. И теперь начали говорить, что необходимо ликвидировать последствия предыдущей конституционной реформы. Бывший спикер легендарного парламента, который разработал и утвердил первую редакцию основного закона страны, считает, что Кыргызстан должен выбрать или чисто парламентскую форму правления, или президентскую. Следует отметить, что Суронбай Джейенбеков с первых дней своего пребывания у руля государства всегда подчеркивает, что будущее Кыргызстана за парламентаризмом. Как показывает четвертьвековая история нашей страны, для наших властей легче создавать законы, чем соблюдать их. По мнению некоторых юристов, неукоснительное исполнение соответствующих норм действующей, даже предыдущей редакции Конституции, привыли бы Кыргызстан к парламентаризму. А что происходит на деле? Кажется, что наши политики с горем пополам научились писать законы, но до сих пор не умеют или не хотят их исполнять. Еще в позапрошлом веке правитель одной из величайших держав говорил, что с плохими законами и хорошими чиновниками вполне можно править за страной. Но если чиновники плохие, не помогут и самые лучшие законы. За 27 лет независимости Конституция Кыргызстана перекраивалась не единожды. Если быть точнее, то 9 раз путем всенародного референдума. Большинство из них прошли во времена Аскара Акаева. Прикрываясь основным законом страны, продлевались сроки и усиливались полномочия главы. За 5 лет президентства Бакеева Конституцию правили 2 раза. За все те годы, когда население республики отдавало свои голоса в поддержку предлагаемых изменений, наиболее активными кыргызстанцы оказались в 1996 году. Самая низкая явка на референдуме зафиксирована в 2016. После апрельских событий 2010 года рассматривалась новая редакция закона, по которой Кыргызстан отходит от президентской и переходит к парламентской форме правления. Но этого так и не произошло, заключают эксперты. Ведь роль президента в управлении государством не уменьшилась, а, напротив, усилилась. Чтобы права и возможности президенту сокращались, нужна политическая воля. Для парламентской республики, соответственно, нужно усиление парламента. Во многом расширяются права премьер-министра. К примеру, можно было это увидеть в 2012 году, когда Бабанов возглавлял правительство. Тогда процесс как-то начал продвигаться в эту сторону. Внешняя и внутренняя политика постепенно становилась независимой от президента. Но Атамбаев очень ревностно относился к власти, и потому Бабанова заставили уйти. И в итоге при Атамбаеве парламентская система так и не установилась. Мнение о том, что Кыргызстану уже наконец пора пойти по пути либо полноценного парламентаризма, либо остаться президентской республикой, в последний месяц звучат все больше. Поэтому снова поступают предложения о внесении изменений в нынешнюю Конституцию. О необходимости проведения очередного референдума недавно сказал и спикер легендарного парламента Медыткан Шеремкулов. Нужно избавить государство от неумелого управления для укрепления стабильности и увеличения экономической мощи страны. В 2019 году необходимо провести конституционную реформу. Нужно выслушать мнение народа, определиться с формой государственного правления и перейти полностью или на парламентскую, или на президентскую форму правления. Нужно четко обозначить обязанности и ответственность каждой ветви власти перед народом и перейти к стабильному управлению. Парламентские выборы в 2020 году нужно провести на основе новой Конституции. В ней должны быть четко обозначены место и роль парламента, количество и качество депутатов. С этой речью Медыткан Шеремкулович выступил 20 ноября на встрече с Орунбай Джейнбекова с бывшими спикерами и премьер-министрами страны. Инициативы срочных конституционных реформ можно было также услышать и на Курултайе, прошедшем в конце прошлой недели. Делегаты заявили, что ждут от президента установления баланса между ветвями власти. Страна сегодня нуждается в конституционных реформах. Перед этим мы предлагаем до 7 апреля 2019 года провести конституционное совещание под председательством Сорумбая Джейнбекова. Причем, по мнению участников Курултая, речь идет не просто о внесении изменений в основной закон, а о принятии новой редакции. Эту инициативу, наряду с другими пожеланиями, делегаты направили в письменном виде в правительство Джугур-Кукенеш и аппарат президента. Сам же глава государства всегда подчеркивает, что будущее Кыргызстана за парламентаризмом. Свою позицию он высказал и на встрече с генеральным секретарем ОБСЕ, прошедшей в мае этого года. События, произошедшие в Кыргызстане в 2005 и 2010 годах, являются столкновением диктатуры и парламентской демократии. При поддержке международного сообщества, в том числе и ОБСЕ, мы смогли сохранить свою государственность, когда страна переживала серьезные испытания. Прошедшие президентские выборы являются убедительным доказательством, что Кыргызстан идет по пути демократии. Мы выбрали парламентаризм и не сойдем с этого пути, так как будущее государства связано с парламентской демократией. Впрочем, для развития парламентаризма сегодня можно обойтись и без конституционных реформ, считают некоторые юристы. По мнению Клары Саранкуловой, все и так прописано в основном законе. Главное, чтобы все конституционные нормы неукоснительно соблюдались. Действующая конституция и так значительно урезает полномочия президента. Однако вопрос уже в том, как исполняется закон, как он соблюдается. Парламент и правительство наделены большими законами и правами, но вместе с тем мы этого, к сожалению, не наблюдаем. Я знаю, что у президента есть устойчивая позиция относительно парламентаризма. В первую очередь необходимо просто следовать прописанным в Конституции статьям. Да, там есть ряд недостатков, о которых мы все прекрасно знаем. Верный политический путь для развития Кыргызстана, он безусловно у нас есть. А вот инициаторы реформ уверены, что без конституционных изменений не обойтись. По их мнению, сейчас основной закон страны наделяет Джугур Кукенеш и главу кабинета министров крайне недостаточными полномочиями. В этом смысле нужно брать за основу опыт стран с парламентской формой правления, как, например, Германия. Если мы хотим перейти на парламентскую форму правления, мы должны, обязаны конституционно и практически отобрать полномочия президента по назначению глав спецслужб Министерства обороны и Генеральной прокуратуры. И передать это премьер-министру и парламенту. А президент чем будет заниматься? Обычно президент имеет королевские функции, символичные, властные полномочия. Первое, он может принимать верительные грамоты. Второе, если в стране появляется политический кризис, если, например, коалиция не может быть формирована фракциями, партиями, или возникает серьезный конфликт между премьер-министром и парламентом, только в этом случае вырастает роль президента. Вот это мы можем в Конституции предусмотреть. Кроме того, что в стране с парламентской формой президент не назначает и не курирует силовой блок, самого президента избирает не народ, а законодательный орган. Что касается депутатов, то у них появится возможность самим формировать коалицию фракционного большинства без передачи этого мандата президентам. Таким образом, по расчетам экспертов, можно будет усилить ответственность всего Джигурку Кенеша. Как следствие, избежать ненужных политических интриг, которые, как правило, приводят к отставке Кабмина. А уж как часто у нас меняется правительство, факт общеизвестный. Желательно, чтобы президент не имел права выдавать мандат формирования коалиции после выборов. Тоже должны отобрать, а должны отдать просто партию. Пусть сами определяют, как формировать коалицию. Во всем мире такие формируются коалиции. Просто та партия, которая заняла первое место, они должны брать право первого формирования коалиции. Если они не смогли, в дальнейшем все оставшиеся коалиции, фракции, они могут сами самостоятельно формировать коалицию. Парламент должен избирать президента. Вся власть должна переходить к премьер-министру. Не парламенту. Общество должно знать это. Парламент не управляет государством. Государством управляет премьер-министр. Но премьер-министр будет находиться под контролем парламента. Это очень важно. А контролировать будут те самые 120 человек из Джугур-Кукенеша, о которых в народе бытуют неоднозначные мнения. Сосредоточить власть в руках депутатов и премьер-министра на этот счет у кыргызстанцев также взгляды расходятся. Точно так же, как и по поводу предлагаемого референдума, голос народа разделяется. Если одни относятся к очередным поправкам положительно, то другие не видят в этом никакого смысла. Нужно ли менять Конституцию? Нет. Нет, не нужно. Сколько можно уже реформировать? Я не знаю. Что будет, то будет. Думаю, надо поменять. Раньше хоть изменяли Конституцию, но результата не было. Поэтому надо еще раз. Нет, не нужно. Если брать во внимание редакцию восьмилетней давности, то тогда и вовсе был наложен мораторий на любые изменения основного закона вплоть до 2020 года. Но это не помешало два года назад провести референдум за внесение поправок в десятки статей. Но даже по словам самих граждан, которым в 2016 году дали право сделать этот политический выбор, каких-то особых перемен они так и не заметили. Чего не скажешь о некоторых депутатах, например, покинувшем страну Аскарбеке Шадиеве. Он, как никто, ощутил на себе последствия конституционных реформ. Назначенный на высокую должность первого вице-премьера, Шадиев после отставки правительства Сапара Исакова не остался безработным, сохранив себе, согласно все той же Конституции, депутатский мандат, которого он все же лишился недавно. Алексей Немашкал, элизатор Кентур Алтенбека, Набекулу, НТС. Итоги недели. Если все-таки будет принято решение изменить Конституцию, то, возможно, в числе прочих в ней появится очень странная новая статья, регулирующая информационную политику государства. Депутат Ахлбек Джапаров предлагает фильтровать новости, а именно писать, рассказывать и показывать только хорошее. Эта новость стала одной из самых обсуждаемых на уходящей неделе. Парламентарий считает, что информация на русском, английском и других языках должна формировать Кыргызстану исключительно позитивный имидж. Негативные же новости, криминал, катастрофа и коррупция должны подаваться только на кыргызском языке. Депутат Джапаров уверен, что это позволит привлечь в нашу страну больше иностранных туристов и инвесторов. То есть, если все время говорить «халва-халва», во рту действительно станет слаще. Ахлбек Джапаров приводит в пример Грузию, где уже полтора десятка лет негативная информация публикуется якобы только на грузинском языке. И именно в результате такой политики в эту тоже маленькую, но гордую страну хлынул поток иностранцев, уверяет Ахлбек Джапаров. И, Боже, вас сохрани. Не читайте до обеда советские газеты. Да ведь других нет. Вот никаких и не читайте. Я произвел 30 наблюдений у себя в клинике. И что же вы думаете? Те мои пациенты, которых я заставлял считать правду, теряли в весе. Мало этого. Пониженные коленные рефлексы, скверный аппетит и угнетенный состояние духа. Да. О происходящем в стране или хорошо, или никак. Отменить плохие новости, предложил депутат Джекуркукинеша Ахлбек Джапаров. А точнее, запретить публиковать информацию о негативных событиях в СМИ. Беспокоит народного избранника то, что криминальные сводки, которыми пестрят информационные порталы, ухудшают настроение впечатлительных кыргызстанцев и негативно сказываются на имидже страны. Однако система, по которой Нарде предлагает нести в массы вести, очень избирательна. На русском и английском языках новости должны быть только добрыми. А вот на государственном языке можно и про убийства рассказать, и про аварии, и даже про коррупцию со всеми деталями. У нас в Конституции в целях безопасности других граждан, в целях безопасности гостей, которые к нам приезжают, законом возможно ограничение прав, в том числе и наших журналистов. Никто не запрещает информацию на государственном языке. А все остальное, пожалуйста, на русском и на английском давайте писать только хорошее. Если человек с утра встает и настроен на хорошее, и думает о том, что надо отдать своей семье, своей дочке, жене, что можно отдать своей деревне, стране, то и вселенная откликается и предлагает, что же мы дадим этой семье, этому человеку. Но когда весь этот черный негатив, вокруг него все время черные будут и собираться. Оставлять читателя в неведении или приукрашивать действительность журналисту и учредителя интернет-издания «Кактус-медиа» Дина Маслова считает делом противоречащим самой сущности профессии журналиста. Кроме того, добавляет, что наполнение новостных изданий или телеэфиров зависит от событий, которые происходят на сегодняшний день. Соответственно, негативную публикацию отражают истинное положение дел. Природа в СМИ в том, чтобы говорить о проблемах общества. Первичен, на самом деле, инфоповод. Так вот, если будет гораздо больше позитивных новостей, решений, и будет происходить что-то интересное в экономике, в политике, то, соответственно, и новости будут такие, потому что информация – это ужасный свет. Подобные предложения депутатов, по мнению медиаэкспертов, можно и вовсе интерпретировать как попытку посягательства на свободу слова. Об этом говорит журналист, председатель общественного объединения Марс Туллигенов. Разделять аудиторию и сортировать информацию в зависимости от языка ее потребителя на практике не получится, хотя чернухи на просторах интернета действительно стало очень много, отмечает Туллигенов. Это получается, если грубо сказать, души не свободу слова. Так не должно быть. Если мы даем русскоязычную информацию одну, к русскоязычным журналистам другую информацию, это никак не подлежит о свободе слова. Я думаю, что здесь не должно быть такое понятие. Очень много таких материалов, которые однобоко и выдают такие негативные информации. С этой точки зрения, да, я чуть-чуть согласен. Пишущие братья, как и телевизионщики, сами были бы не против, чтобы самой негативной в информационном потоке была новость про кабана из зоопарка, который остался отцом-одиночкой. Однако милые и добрые сообщения не всегда разглядишь за чередой должностных преступлений, коррупционных схем и крайне своеобразных инициатив, которые нередко звучат в стенах парламента. Конец осени, начало зимы в Кыргызстане считается завершением традиционного сезона пышных семейных торжеств, свадеб, юбилеев и других тоев. По подсчетам экономистов, проведение таких праздников, а также поминок, является самой большой статьей расходов кыргызстанской семьи. Той-индустрия превратилась в отрасль с ежегодным оборотом в 2 миллиарда долларов. В последние лет 10 по всей стране образовалась отдельная инфраструктура из сотен той-кана – банкетных залов. Сформировался целый сегмент в торговом бизнесе, специализирующийся на поставках соответствующих товаров, в том числе подарочных комплектов, киитов – одежды, которую никогда не носят, а просто передаривают. Кыргызстанский шоу-бизнес зарабатывает не на концертах и продажах дисков, а выступая на тоях. Самым обсуждаемым его представителем на уходящей неделе стал певец Мирбек Атабеков. В минувшие выходные он организовал праздник по случаю рождения и обрезания своих двух детей. Некоторым этот той запомнился тем, что там не подавали у стуканов – больших кусков вареного мяса. Для тех, кто не знает, поясню, для многих забивание крупного скота для угощения составляет самую большую часть расходов. Однако в случае с Атабековым отсутствие традиционных у стуканов вовсе не означает, что знаменитость решила сэкономить. Судя по видео, украшение зала роскошными цветами обошлось не меньше, чем стоимость упитанной лошади. Однако те, для которых обилие угощений важнее эстетики тоя, больше обсуждали именно отсутствие на столах у стуканов. Обсуждение семейного праздника эстрадной звезды в очередной раз напомнило, насколько актуальна эта проблема для общества. Речь прежде всего идет не о богатых, а о кыргызстанцах со средним и ниже достатком. Большинство семей после завершения пышного торжества оказываются не в состоянии полностью рассчитаться с рестораном. Ни на что больше кыргызстанцы не тратят и не занимают денег, как на свадьбу или юбилей. Экономят на всем – на образовании детей, на лечении, на отдыхе, на одежде и питании. Но ради того, чтобы пустить пыль в глаза, залезают в долги. Считается, что дурной пример в этом отношении подают нувариши, разбогатевшие чиновники и бизнесмены. Что там говорить, если даже празднование юбилея Айтматова на его малой родине в Таласе превратили в большой той. Для народа устроили конные игры, а для угощения вип-персон забили 30 лошадей. Мирбек вспоминает, что, к примеру, на его свадьбе был и положенный устукан, и много еще чего. Это событие артист относит к большим торжествам. Проводить их или нет, каждый решает сам. Но коли взялся, то хорошенько продумай, как оставить всех довольными и при этом не навредить семейному бюджету. На больших тоях, где много гостей, нельзя, чтобы люди встали из-за стола голодными. Это тоже неправильно. Раз решил позвать, то будь добр, готовься. Я говорю о том, чтобы не было лишних трат. Я против расточительства. Отмечать надо посредством. Пышна Лянова недавно снова выступила за необходимость закона о расточительстве. Но, по ее словам, и в этот раз в Джигуркукенеши документ вряд ли поддержат. А вот Министерство культуры объявило конкурс на лучший сценарий проведения современных торжеств, чтобы после очередного тоя и не обанкротиться, и отдать дань многовековым традициям. Так каким же, по расчетам, Министерство должен быть той? Без чрезмерных трат. Без таких негативных традиций, как привычка дарить гостям некачественные вещи и одежду. С новой рецептурой и методами подачи блюд. С новой культурой проведения торжеств. Видимо, осталось теперь только дождаться, когда у нас начнут проводить тои, где сами организаторы согласятся следовать предлагаемым принципам. Тем временем, далеко не все считают масштабные торжества расточительством. Среди них заслуженная артистка Динара Акулова. Накануне певица организовала торжество по случаю юбилея своих двух матерей. Той, которая родила и той, которая воспитала. Число приглашенных порядка 300 человек. Этот семейный праздник, как призналась артистка, она планировала давно. Деньги накопить удалось постепенно, но ни о чем не жалеет. Это не расточительство. Для меня это важное событие в жизни. Так думаю не только я. Я сама, к примеру, всегда мечтала провести большой той, куда смогу пригласить много гостей, где все останутся довольны, весело, используя, проведут время. Для этого я понемногу откладывала заработанных денег, копила на этот праздник. И вот сегодня этот день все-таки настал. Одни из тех, кто частенько видит, как умеют и любят праздновать, это разного рода ведущие, тот же Тамада. Назира Кадыева говорит, что выступая в качестве ведущей на различных тоях, нередко удивляется непомерным аппетитом. Считает, что хозяин увеселительных мероприятий таким образом просто пытается, что называется, не упасть в грязь лицом. Чем богаче дастархон, тем солиднее. И поменять это мировоззрение – весьма трудная задача. Вот смотришь на то количество блюд, которые подают в ресторанах, и диву даешься, как они все это съедят. И ведь потом убеждаешься, что первое, второе в большей части остается нетронутым. Да это физически невозможно съесть. Что с этим делают? Конечно, раздают гостям, уносят с собой, часть вообще никто не забирает. А ведь организаторы прилично растратили. Сцены, сами знаете, недешевые. Что в итоге? В итоге оплатил аренду в дорогущем заведении, меню, шоу, программу. А оценит это мало кто. Потому что даже в качестве подарка приносят в конвертах столько, что эти деньги не идут в сравнении с тем, сколько потрачено на одного человека за столом. Я сама много раз была свидетелем такой нелицеприятной для хозяев праздника картины. И что самое печальное – это почему-то не становится уроком. Поэтому, несомненно, следует ограничивать. Надо менять мировоззрение народа в этом плане. Но пока сам человек не поймет это, вряд ли что-то изменится. Хорошо это или плохо, но по некоторым данным в год кыргызстанцы тратят на всевозможные тои около двух миллиардов долларов. И все же время от времени находятся в стране те, кто добровольно решает отказаться от чрезмерных расходов на празднества. Преимущественно молодежь. Молодые люди целого села или района принципиально выступают против пышных свадеб. И доказывают всем, что скромно, но со вкусом тоже можно провести семейный праздник. Правда, эти единичные случаи пока не повлияли на общество. Традиция посоревноваться, у кого богаче стол, которым виновники торжества часто хотят порадовать своих приглашенных, никуда не ушла. Затянуть пояса не получается из-за боязни, что неправильно поймут. Впрочем, в правилах бывают и исключения. Мы, как кыргызы, должны соблюдать традиции. И, конечно, хозяин хочет подать в конце устуханы. Сейчас по-разному подают. Уже по сравнению с прошлым годом даже, устуханы размером чуть меньше, можно сказать. А это кубанычбек Садыков. Он работает мясником и варит за раз сотни килограммов мяса на протяжении вот уже 15 лет. Про таких, говорят, знают толк в устуханах. Разделывание туши – это, если хотите, целая церемония. Каждая часть, каждый кусок имеет свое значение. И от того, насколько ты знаешь, кому и что следует подать, зависит в первую очередь твое отношение к приглашенному. Поэтому устухан – это не просто кость с мясом. Это знак уважения к гостю. Все знают, что это такая традиция. С точки зрения медицины, праздник живота на торжествах с огромным количеством блюд рано или поздно может привести к проблемам со здоровьем. Чревоугодие в гостях, на свадьбах или именинах бывает сказывается не только на самочувствии, но и заканчивается больничной койкой, а порой и хирургическим вмешательством. К нам поступает каждый день по 34 человек. После конечного тоя, после нарушения диеты, питье специфичных напитков и большой прием количества пищи. Потому что больные поступают обычно рвотой с кровью, с болями в животе. Обычно это больные, когда переедают, когда нагрузка на желудок, повышается внутри полосное давление желудка. И при этом происходит надрыв слизистой оболочки. И отсюда начинается кровотечение. Наступает перфорация, то есть боли в животе, адские боли, внезапные боли появляются по всему животу. В этих условиях мы уже будем экстренно операцией. Гости бурного застолья – частые пациенты в стационаре Национального хирургического центра. После продолжительных гуляний сюда попадают как мужчины, так и женщины. Врачи уже привыкли к осеннему наплыву пациентов. Последствия посиделок могут быть разные, но причины всегда схожи. Здесь лежит пациент после тоя. Съел лишнего, перебрал с выпитым. Приняли все необходимые меры. Желудок подлечили. Самочувствие нормализуется. В свете нескончаемых споров за и против проведения столь пышных торжеств, медики призывают лишь к одному – беречь свое здоровье и не перегружать организм обильной и жирной пищей в осенние месяцы, которые в Кыргызстане уже именуют одним словом – тоябрь. Алексей Немашкал, Александр Симонов, НТС. На этом мы с вами прощаемся. Увидимся в следующее воскресенье. До свидания. Далее смотрите очередной выпуск проекта Джамалбека Джумаева «Мир удивляет». Продолжение следует...